Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет Свежая Майса. Это история о Раби Мейре. Этот человек отдал всю свою жизнь в служение Творцу, в молитвах и в долгом обучении в направлении и погружении иудаизма. Произошла эта история накануне Роша Шана. Его дочка очень сильно болела и в прямом смысле слова уже готовилась отдать душу Творцу. Раби Мейр был очень этим огорчен, но еврей не может быть огорчен. Он должен постоянно пребывать в радости, потому что он знает, кто такой Всевышний. Раби Мейр был большим раввином. Некоторые люди считали, что он цадик. Он знал больших людей в иудаизме. Также он преподавал людям, которые были уже главами некоторых направлений хасидизма. И Раби Мейр никогда не говорил о себе. Он никогда не употреблял слово «я». «Я». Он говорил «Мейр». «Мейр». И его дочка переживает Роша Шана. Его дочка переживает Йом Кипур. И тут наступает Сим Хастоера. Праздник, когда нужно веселиться. Когда нужно пребывать в ежесекундной радости. И, конечно же, Раби Мейр исполняет волю Всевышнего. Начинаются танцы с Торой. Раби Мейр дает Тору. Он радуется. Он благодарит Всевышнего за этот святой праздник. Он веселится. И к нему подбегают врачи и говорят «Раби Мейр, ваша дочка совсем плоха. Она умирает». Он прибегает домой и видит, действительно, моя дочь умирает. Она отдает душу Творцу. И он говорит «Всевышний, ты сказал Раби Мейру соблюдать Йом Кипур». Он соблюдает. Сказал веселиться в Сим Хастоера. Он веселится. Но я не буду огорчаться, потому что все, что происходит, это происходит от вас. И я в любом случае обязан радоваться. Но нельзя же совмещать две радости одновременно. На этом моменте она открыла глаза. Полностью начала двигаться. Она пролилась, в прямом смысле слова. Ее лба потек пот. И она говорит «Папа, спасибо». Что нас учит эта Майса? Во-первых, мы должны верить Всевышнему на 100%. Мы должны быть в нем уверены. Посмотрите, как. Раби Мейер использовал законы же Всевышнего. Он сказал «Мы не можем совместить две свадьбы в один день». Или «Мы не можем совместить свадьбу и бармицву». Всевышний, спасибо тебе за все. Ты дал нам радость. Но я не могу две радости совместить одинаковых. И тогда Всевышний поменял радость. Поэтому давайте будем такими же верными слугами Всевышнему, как Раби Мейер. Благодарю за прослушивание.